МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суровые угрозы военной безопасности отмечают как на региональном, так и на глобальном уровне. Деструктивную политику ведут США и их союзники по НАТО. А также пытаются взять под контроль ООН, осуществляя манипуляции международным правом, что подрывает стабильность в мире. Также вызывает озабоченность нерешенный конфликт на юго-востоке Украины и в Афганистане, где резко активизировались международные террористы. На заседании обсудили меры по нейтрализации угроз, с анонсированием совместные оперативно-стратегические учения. Коллективные силы оснастят современным вооружением. Соответствующий документ одобрил Совет министров обороны. На повестке также борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, безопасность в регионе. Затронули и тему COVID-19. Быстрое распространение различных инфекций в мире представляет серьезную угрозу. Принятие конкретных мер по обеспечению биологической безопасности страну ДКБ – не менее важный пункт в повестке. Киев сорвал заседание политической подгруппы, контактной группы по Донбассу. Камнем преткновения стало участие в переговорах представителей общественности от самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В ДНР, в свою очередь, порекомендовали Киеву не пытаться переписывать минские договоренности, а перейти к делу, то есть к их выполнению. Напомню, ранее Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорному процессу США и Канаду, что вызвало резкую критику. Попытки привлечь к урегулированию эти страны, как отмечают эксперты, не поддаются логике и здравому смыслу, а также тексту документов минского пакета. Солидарность во имя здоровья. В Минске из Европы прибыл груз для борьбы с пандемией. В коробках кислородные маски с резервуарами, экспресс-тесты, расходные материалы. Оснащение на 850 тысяч долларов передала Всемирная организация здравоохранения. Такой жест Евросоюз делает не в первый раз. Инициатива работает и для других стран. Ковид не знает, и мы только вместе можем бороться против этого вируса. Тоже включено в пакете образование. Знаете, что люди знают, врачи, медсестры, все это, что они знают, как заниматься этими вещами, как тоже работать с этими вещами. Что касается аппаратов СИПАП, высокопотоковой терапии, это действительно эффективный и довольно-таки простой метод доставки кислорода и поддержки, дыхательной поддержки, не инвазивной. Она уже большую часть мы раздали, она уже пошла и в регионы, и в город Минск. Остальная часть будет раздана в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Они пойдут непосредственно в клинику, которая занимается ковидом. Как отмечено, в нашей стране защитных средств и оборудования в достатке и даже запасы. Но такая помощь не лишняя. За прошлые сутки в стране заразились ковидом 823 человека, выздоровели 744 пациента. США готовится накрыть новая волна массовых беспорядков после очередного убийства темнокожего. Протестующие выходят на улицы в Нью-Йорке, Миннесоте и Вирджинии. Новые акции спровоцировало убийство полицейскими безоружного мужчины в штате Небраска. Его расстреляли в спину. В городе, где все случилось, пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти опасаются, что могут повториться жуткие события. Меньше года назад США охватили беспорядки из-за жестокого задержания Джорджа Флойда. Тогда буквально пылали десятки городов. Работники нефтехимической отрасли Беларуси категорически против экономических санкций и ограничений. Эту позицию разделяют более 140 тысяч белорусов. Участники профсоюза – представители химической, горной и нефтяной отрасли. Объединение представляет интересы сотрудников промышленных предприятий. Профсоюз наверен учесть экономическое давление, которое оказывается на крупные белорусские компании. Эта тема сегодня затрагивалась на международной конференции по охране труда. Участники из Беларуси, России и Казахстана также обсудили концепцию нулевого производственного травматизма, вопросы трудового законодательства. Коллективы и профсоюзы предприятий однозначно оценивают недопустимость ограничений. Ведь США в очередной раз используют санкции в качестве геоэкономического инструмента своей внешней политики. Америка вновь вмешивается в работу и жизнь граждан другой страны. Об этом говорили и российские участники конференции. Впрочем, опыт работы в условиях экономического прессинга со стороны Запада у белорусской нефтехимической отрасли есть. В 2015-м Министерство финансов США дало зеленый свет предприятиям после введения санкций в 2006-м. Какой-то промежуток времени наши предприятия работали уже под действием санкций, которые ранее были введены в Соединенные Штаты Америки. Но мы и в те времена четко высказывали свои позиции. И точно таким же образом, я вам больше напомню, было наше заявление в 2011-м году и еще ранее. И мы также обращались с трудящимися других стран мира. Вы знаете, мы тоже получали колоссальную тогда поддержку. Но, возможно, это тоже стало таким маленьким кирпичиком в то, что эти санкции были тогда приостановлены. Да, ситуации были, предприятия работали в тех условиях. Если раньше основной рынок сбыта был в России, то на сегодняшний день наши предприятия уже вышли на рынки Европы очень серьезно. Есть уже связи и часть продукции поставляется на рынок, в том числе и Америки, и Канады. Продукция хорошая, продукция качественная, Россию берут. Цена качества соответствует. Эксперты отмечают, конкуренты ежегодно изучают объемы, географию поставок и клиентов наших производителей. И затем, с учетом своих коммерческих интересов, включают экономический и финансовый рычаг давления. Не только защитить авторские права, но еще и заработать на этом. Вопросы управления интеллектуальной собственностью обсуждали сегодня представители малого и среднего бизнеса. На семинар предприниматели съехали со всей Беларуси. Ключевая задача – обучить бизнес-сообщество основам защиты своих прав. Это вопросы регистрации патентов, охраны товарного знака, борьбы с контрафактной продукцией. Все это напрямую влияет на прибыль компании. Только за прошлый год экспорт услуг Беларуси на рынке интеллектуальной собственности составил свыше 125 миллионов долларов. Уже действует 18 субъектов инновационной инфраструктуры, технопарков. За это время объемы производства в технопарках, а это малый и средний бизнес, возросли. Было менее 40 миллионов, сегодня превышает уже 80 миллионов долларов, то есть рост почти в два раза. Также растет значительное количество. Но и интеллектуальная собственность очень важна. Если на начало пятилетку в технопарках малый и средний бизнес регистрировал порядка 20 патентов в год, то сегодня эта цифра превышает более 50. Инновации, вот я всегда подчеркиваю, не глобальные. Они нацелены на мировой рынок. А если мы создаем что-то новое, то очень важно как защитить, и не только защитить в Беларуси, а как это, как говорят, застолбить за собой. Разработками в сфере интеллектуальной собственности активно интересуются и за рубежом. Так, одним из направлений развития станет заключение франчайзинговых договоров или сдачи в аренду брендов. Интерес к этому международному инструменту проявляет и национальная компания. Белорусы массово проходят техосмотр, а пьяных за рулем меньше. В госавтоинспекции рассказали, как изменения в административном кодексе отразились на дорожной безопасности. Со втуплением в силу новой редакции водители стали более дисциплинированными. Этому способствует и то, что теперь многие нарушения фиксируются в автоматическом режиме. Так называемые письма счастья могут прийти даже за непройденный техосмотр. Но прежде всего новый кодекс направлен на предупреждение серьезных ДТП. За незначительные нарушения сотрудники ГАИ все чаще не выписывают штраф, а лишь делают устные замечания. Отмечаем в том числе и тенденцию к, скажем так, к снижению вот этих правонарушений. Поэтому полагаем, что вот эта система новая, которая вступила с 1 марта 2021 года, она позволила в первую очередь распрофилактировать достаточно значительное количество нарушений. Профилактическая функция того, что мы стали применять на практике эти нормы, она возымела свой эффект. Это касается и более суровых мер к тем водителям, которые игнорируют требования инспекторов. Желающих устроить гонки с правоохранителями или сесть за руль пьяными стало меньше. Также в ГАИ рассказали, что будут активнее взаимодействовать с российскими коллегами. В частности, уйти от наказания за нарушение правил дорожного движения в соседней стране не получится ни белорусам, ни россиянам. Дневник жены космонавтов в помощь онкобольным. Напечатанные в Беларуси книги о полете нашего земляка Олег Новицкого, его супруга передала в Международный благотворительный фонд в качестве подарка тем, кто пожертвует средства на лечение тяжелобольных пациентов. Два тома, изданные в Минске ограниченным тиражом, всего в 500 экземпляров для любителей космоса, настоящий раритет. Это очень личный рассказ жены Олег Новицкого, Юлии, о первой и второй космических экспедициях супруга. От подготовки к старту до посадки и реабилитации после полета. Экземпляры из личной библиотеки семьи. Я журналист. Журналист, ну, как сейчас говорят, блогер и писатель, хотя я прежде всего считаю себя журналистом. И единственное, что я могу предложить, это результаты своего труда. Результатами моего труда являются на данный момент две книги, которые были выпущены в Беларуси, дневник жены космонавта. Я хочу передать эти книги в благотворительный фонд. Я буду безумно рада, если мои книги хоть кому-то помогут. Без разницы, в какой мере, но хотя бы чуть-чуть кому-то и как-то. Это будет, мне кажется, для меня это будет самое главное. На призыв помочь тяжело больным людям откликнулись и космонавты, ведь символом благотворительного фонда стал человек в скафандре, смотрящий в небо. Он сделан из лоскутков ткани, на которых писали о своих мечтах онкопациенты. Один такой скафандр уже побывал на МКС, второй сейчас там. Его доставил на станцию Олег Новицкий. Участвовать в создании скафандра, он получил имя мечтатель, должны были и дети из Беларуси. Помешали коронавирусные ограничения, но, по заверениям руководителей фонда, желание и наших детей еще обязательно отправиться к звездам. Розовая суперлуния сегодня могли наблюдать белорусы. Естественный спутник впервые в этом году был максимально близок к Земле. Космическая сырная голова стала гораздо заметнее, ее яркость выросла до 30%. Видео астрономического явления выкладывают также жители Турции, Германии, Аргентины, словом, по всему миру. Кажется, громадный светящийся диск висит над Стамбулом, озаряя величественную мечеть. В разных культурах это явление называют травяным, яичным и даже рыбным. Но самое популярное название – розовая суперлуния – дано в честь цветения пламенника. И кадры из Аргентины говорят сами за себя.